всем привет друзья с вами варчик в этом видео поговорю с вами про песочницу а именно про переработку фугасов сразу скажу что мне понравилось как сделали в этот раз и тут хотя бы понятно что изменилась сама механика мы ее тестируем смотрим как она работает правильно неправильно и какой получается в принципе итог а итог следующий что пофиксилась самая главная проблема нынешних фугасов это то что крупнокалиберные танки заряжают фугас для того чтобы наносить урон то есть это получается снаряд для основного нанесения урона причем по ком попало особенно по бронированным танкам легко наносится урон да и в целом даже особо выцеливать не надо стреляешь куда попало и нормально так набивается урончик поэтому играть на бронированных танках довольно таки противно все поливают друг друга фугасами бронированные танки рассыпаются и это в принципе вообще ни о чем так вот новые бронебойные фугасы они в целом побороли вот эту вот основную проблему и фугасы смотрятся прям так как надо у фугасов есть пробитие если ты пробил получаешь полную альфу если ты не пробиваешь получаешь маленькую альфу если в том месте куда ты попал очень много брони ты вообще ничего не наносишь и все такой ситуации как с маусом стреляешь ему в маску и загорается двигатель вообще не будет такого будет повреждаться только там модуль или член экипажа внутри танка куда ты попал этот снаряд не будет где-то там по всему танку ходить искать чтобы ему там поджечь или взорвать вот именно куда ты попал то и повреждается и чтобы повредить двигатель надо стрельнуть в двигатель а не в маску вот эти основные болячки игры с фугасами в новом варианте фугасов излечены полностью теперь люди которые заряжают фугас для основного нанесения урона идут лесом тем более если они играют не на фугаснице даже а если они играют на фугаснице то нужно выцеливать у зимы зоны или заезжать фланга там в борт стрелять или стрелять в корму чтобы достаточно было пробитие для нанесения нормальной своей альфы и это играется очень классно челики которые упарываются и фугасом куда попала наносит урон они упарываются и ничего тебе толком не наносят за исключением того что ты играешь на ватном танке тогда тебе будет тяжело надо прятаться и на первой линии лучше не играть сидеть в кустах в принципе логично но челики которые упарываются и пока сливаются тебе наносят какой-то урон с новыми фугасами нифига не наносят особенно если они никуда не целятся и стреляют куда попало то они могут просто там в гусеницу стрельнуть без урона и так далее в общем это вообще кайф бездарные танкисты которые стреляли вообще не цели и наносили внушительный урон по бронированным танкам которые еще и в позициях стояли пытались танковать теперь этого делать не будут это невероятно кайфово теперь поговорим про некоторые особенности фишки и что из этого получается что нужно еще доработать поскольку есть особенности поскольку это механика она влияет на все танки то вылезли следующие приколюхи во первых теперь если у фугаса мало пробития и точность у орудия плохая то она становится крайне неэффективным такие танки как kv2 и т49 на фугасницах они довольно таки проблематичны в нанесении урона поскольку у них очень кривое орудие а новыми фугасами нужно именно в уязимую зону целиться целиться тяжело когда у тебя пушка просто на весь экран прицел поскольку раньше они наносили урон куда попала там и от земли и от всего чего угодно и в просто в силуэт черкачами по гусенице и всегда наносили какой-то урон то сейчас от земли урон не наносится если ты попадаешь гусеницу таким образом что за гусеницы нет брони ты урон не нанесешь то есть черкачом вдоль борта стрелять беспонтово грубо говоря новый фугас это как бы башка но с эффектом фугаса но уже внутри танка когда ты пробиваешь или если ты не пробил не хватило пробития но броня в этом месте не сильно толстая то нанесется небольшой урон то есть это грубо говоря фугасная ббшка сплэша от земли нет сплэша от танка на соседний танк нету также эти ббшки фугасные пробивают укрытия которые ломаются там заборчики всякие досточки там и тому подобную шляпу которая пробивается ббшками под калиберами она тоже пробивается этими фугасами также новыми фугасами можно ломать дома они работают как старые фугасы когда вы в деревянные дома стрелять то есть грубо говоря пострадали танки с орудиями но этот тест на песочнице именно механики игры на этом тесте не тестируются изменения ттх танков об этом разработчики там и говорили и писали но все равно некоторые блогеры с большой аудитории с немного сдвинутой крышей все равно по написали и по на кукарек или в своих видосах что это нерв каких-то там танков и тех и этих как обычно лишь бы высрать громкое название для хайпа но ттх некоторых танков можно потом будет подправить для того чтобы они не пострадали от новой механики а были наравне со всеми также попробовал на бабахи поиграть точно также наносится урон в борта стала на мой взгляд легче пробивать врагу но в лоб бронированные танки по ощущениям примерно также получают урон если стрелять голдой не голдой конечно поменьше но это очевидно там пробития меньше в целом танки которые играются чисто на фугасницах если они станут хуже им просто чуть чуть точность добавить и пробитие и все они будут в порядке да и в целом даже так ничего не меняя на них все равно можно наносить урон просто нужно стараться целиться и попадать в озимые зоны чего до этого никто никогда не делал на фугасницах потому что шарашили как попала в силуэт а теперь нужно именно в уязимые зоны стрелять и это круто поскольку чувствуется что ты играешь в игру и когда ты попадаешь в уязимые зоны наносишь полный урон ты кайфуешь от того что ты постарался и получил результат а не просто стреляешь силуэт куда попала бронированную танку и наносишь дофига урона 0 геймплея вообще никакого интереса в то время как остальные челики играют на бэбэшках подкалибрах кумулях они стараются хоть куда-то целятся и пытаются попасть чтобы пробить некоторые люди до этого играли в стреляние куда попала в силуэт мне очень сильно понравились новые фугасы я в принципе за то чтобы они перешли на основу но некоторым танкам по типу к в2 возможно нужно пересмотреть точность может быть пробитие и все в принципе будет в порядке также очень сильно на этом тесте мне понравились иконки и надписи на танками когда ты попадаешь в экраны там появляется надпись пробил ты экран не пробил экран или после экрана не было брони поэтому на вылет прошло для того чтобы танкисты понимали куда они попали и почему не было урона или был очень плохо что это появляется так поздно поскольку танкисты 10 лет стреляли в танки не понимали почему они иногда слышат попадания или не пробил стреляя по ватным танкам они просто не понимают куда они попадают и почему так происходит теперь им придется воспринимать новую информацию и кто захочет тот научиться и поймет куда он попал и что произошло так же у фугасов нету падение бронепробития с расстоянием по типу как у кумулятива но мы пробиваем мелкие препятствия по типу заборчиков нету сплэша от земли также учитывается приведенная броня когда мы попадаем единственно что не знаю по поводу рикошетов что-то я искал искал не нашел рикошетят ли новые фугасные бэбэшки или нет но если они рикошетят то наверное как кумулятивы когда очень острый угол там типа 5 градусов а может быть вообще не рикошетят по крайней мере я рикошета никаких зависит рим не заметил максимум были там попадания по гусеницам и все в общем то что было на тесте песочницы мне очень сильно понравилось я прям одобряю и это было круто играть намного интереснее чем на основе но нужно посмотреть на большом количестве боев какие-то перекосы на некоторых танках где-то изменить ттх кому-нибудь кто в этом нуждается и тогда это будет уже хорошая вещь которую можно добавить в игру на мой взгляд это сделает бои дольше поскольку хп у танков будет отниматься медленней танкисты не будут друг другу по многу сносить в силуэт фугасами даже играя на танках где нет фугасного орудия поэтому они дольше будут жить в позициях и это хорошо но опять же это был тест где было много фугасов много голды и много людей которые играли лишь бы как-нибудь на основе это будет играться немножечко другими красками но на тесте мне понравилось с вами был варчик играть красиво всем пока